здравствуйте сегодня мы работаем на выставке продэкспа 2022 и находимся на стенде кластера максимиха и со мной рядом генеральный директор компании андрей филатов андрей я вот сейчас наблюдаю тот огромный макет который у вас на стенде расскажите подробнее пожалуйста про ваш объект что он из себя представляет когда он будет запущен и в целом вот обозначить и ключевые особенности вашего проекта спасибо что посетили наш стенд на первый раз на продэкспа уверен что не последний промышленно-продовольственный кластер максимиха это тот проект который группа в тб реализует домодедовском районе московской области который как мы уверены станет крупнейшим хабом для свежих и замороженных продуктов питания который предоставляет своим клиентам а это в первую очередь производители поставщики импортеры свежих замороженных продуктов питания поставщики в ритейл сами ритейлеры и этот кластер будет предоставлять им широкий набор сервисов от предоставления складских и производственных помещений до оказания 3пл услуг осуществление таможенных операций осуществление до операции по доставке их товаров дальние регионы вместе с еще одним проектом группы в тб развиваемый на соседнем территории мультимодальным центром усады это будет современный железнодорожный терминал который свяжет вот наш проект с дальними регионами российской федерации а также с другими странами осенью прошлого года мы начали подготовительные работы на участке это 58 гектар достаточно большая территория и весной этого года мы начнем строительство основного периода строить будем в несколько очередей в свою очередь разбитых на этап это действительно большой объем большие площади с тем чтобы запустить объект в эксплуатацию скажем так первый этап во втором квартале двадцать третьего года и закончить реализацию первой очереди до конца двадцать третьего года андрей промышленный производственный кластер максимиха заявлен как крупный объект который позволяет поставщикам овощей фруктов рыбы мясо качественным образом вести свою работу и в данном случае мне интересно понять что именно сделано для того чтобы было удобно расскажите особенности для производителей поставщиков импортеров фруктов и овощей мы предлагаем производственно складской комплекс где доступны складские производственные блоки от полутора тысяч метров квадратных абсолютному большинству поставщиков производителей продуктов питания подходит именно этот размер блока но его можно комбинировать взять два блока 3 тысячи метров квадратных взять один производственный блок один складской блок индивидуально построить это практически невозможно это экономически нецелесообразно и кроме того это лишает всех фишечек нахождения в большом комплексе где можно расширить свой ассортимент за счет соседей производителей поставщиков импортеров воспользоваться услугами таможенного поста склада временного хранения отдать часть своего товара скажем так пиковый объем есть большая волатильность в объемах фруктов рыбы как вы прекрасно знаете в течение года мы даем возможность арендовать фиксированную площадь и пиковые объемы обрабатывается на аутсорсинге с помощью нашего собственного складского оператора а у вас будет лаборатория на территории да нет это не планы это скажем так весьма конкретные предметные переговоры с рост сельхознадзором по организацию ветеринарных фитосанитарных служб и лаборатории на территории комплекс мы сейчас довольно плотно уже поговорили именно про производителей поставщиков но у вас есть однозначно какое-то конкретное предложение ритейлером ритейлеров есть уже такой понятные стены распределительный центр большие логистические центры которые они сами строят или приобретают арендует большие пространства что у вас именно для ритейлеров сейчас как предложение сформирован смотрите помимо строительства тех прекрасных зданий которые видите на этом макете на север от этого участка мы планируем развивать парк распределительных центров розничных сетей да мы готовы предложить земельные участки мы готовы застроить здание под требование арендатора для ритейлера это возможность сократить логистическое плечо комбинировать доставки от разных поставщиков в одном автотранспорте существенно сократить свои расходы на автотранспорт и в том числе в случае перебоев с поставок проблем с качеством какого-либо поставщика оперативно найти замену этому товару это если будут располагать свои распределительные центры на этой территории если нет они вполне могут действовать удаленно они могут контролировать качество товаров перед отправкой на их рц большинство рц распределительных сетей они находятся в зоне покрытия нашего центра на самом деле движение по скаду она очень разгрузила сообщение она сделала скажем так доставку с нашего центра очень удобный комфортный принципе на любой распределительный центр розничной сети а давайте затронем еще крупный блок тех кто импортирует товары как это это направление вы планируете развивать и тоже подчеркните те особенности которые действительно выгодны для производителей из других стран мы действительно плотно работаем с импортерами продуктов питания работаем с импортерами фруктов и овощей сербии турции азербайджана основных регионов производства и сейчас плотное внимание уделяем производителям из узбекистана видим огромный потенциал по производству действительно качественных продуктов питания качественно свежих фруктов и овощей Страна отлично развивается в этом направлении и свою задачу видим в налаживании регулярного сообщения с теми агрологистическими хабами, которые будут создаваться на территории Республики Узбекистан. Регулярной доставки свежих фруктов и овощей на наш мультимодальный терминал усады, размещение в наших складских и производственных помещениях, растамаживание на нашем таможенном посте и также налаживание обратных товарных потоков в Республике Узбекистан, что будет немножко стимулировать экспорт товаров и даст новые возможности для тех наших резидентов, например, замороженного мяса, рыбы, которые хотят расширить свои рынки сбыта. И в заключении нашего интервью не могу не задать вопрос, связанный с персоналом. Огромный объект, на котором должны работать большое количество сотрудников. Как вы планируете решать этот вопрос, особенно учитывая, что сейчас есть определенный дефицит кадров на рынке, а вам еще отдаленная территория? Да, Наталья, действительно это большой вопрос. По мере развития проекта он может создать несколько тысяч рабочих мест, что безусловно является с одной стороны проблемой, с другой стороны возможностями для жителей близлежащих регионов в первую очередь. Но в том числе планируем привлекать работников из других регионов Российской Федерации, создавая максимальные комфортные условия по пребыванию, работе, временному размещению на территории. Мы будем строить несколько общежитий в перспективе до четырех общежитий на 1200 мест. Это будет комфортабельный отель для управленческого персонала. И создаем условия на территории, в помещениях, чтобы было не просто эффективно вести свой бизнес, но чтобы было просто по-человечески комфортно работать. Хорошие, просторные, светлые офисы, организация питания на территории, озеленение территории, какие-то места отдыха. Все для того, чтобы работать. Спасибо большое за ваш ответ. Вам успехов и будем следить за тем, как развивается ваш проект. Нам спасибо большое. Продолжение следует...